Мужчина, устроивший пальбу в 11-м комплексе, задержан. Об этом сообщают городские средства массовой информации. Разыскивать молодого человека начали сегодня после того, как в соцсетях появилось видео, на котором он открыл огонь из охолощенного оружия. Уголовное преследование мужчине не грозит, однако его можно привлечь за нарушение общественного порядка и закон о тишине. Сегодня стартовал ремонт Московского проспекта и улицы Нариманово, с которой начали работы строители. Всего, напомню, предстоит отремонтировать 16 километров дорожного полотна. Тендер на реконструкцию выиграл Камдорстрой. Стоимость работы оценивается в 800 миллионов рублей. В День Победы частично ограничат движение по дорогам города. 9 мая с половины девятого до половины двенадцатого перекрывается проспект Мусы Джалиля от улицы Центральной до Казанского проспекта. На время проведения акции «Бессмертный полк» с половины третьего до четырех будет закрыт проспект Хасана Туфана от Мира до улицы Раскольникова. Ветеранов Великой Отечественной бесплатно обслуживают в ВИП-зале Бегишева. До 12 июня в аэропорту каждому ветерану и одному его сопровождающему доступна внеочередная регистрация на авиарейсы, а также предложено бесплатное размещение и питание в ВИП-зале аэропорта. Для получения льгот необходимо показать удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.